Катюш, смотри, вот я дерево, нет, не похоже? Ну я, по крайней мере, пытался что-то такое сделать, потому что... Крону бы хотя бы нужно сделать, да. Потому что наш замечательный тренер, Ольга Полищук, она советует, что именно если встать в какую-то позу, напоминающую дерево, то можно зарядиться новыми положительными эмоциями. Друзья мои, если вы тоже не понимаете, о чем сейчас говорит Сергей, посмотрите нашу постоянную рубрику «Зарядка для успеха» и Ольга Полищук все вам объяснит. Самое доброе утро! Меня зовут Ольга Полищук. И пока вы собираетесь на работу, давайте выучим несколько замечательных упражнений для восстановления работоспособности. Они помогут вам в трудовые будни, когда вы устали, перенапряглись, когда вам нужно почувствовать уверенность в себе и вспомнить, что такое контроль над самим собой. Первое упражнение из энергетической китайской гимнастики «Цигунь» и называется оно «Большое дерево». Представьте себе, что вы огромное дерево, которое впитывает энергию через корни из матушки Земли и через крону, через космос, небо, как вы хотите. Самое главное, если вы считаете, что это вымысел, фантазия, то упражнение все равно работает. Причем его можно делать как сидя, так и стоя. Следующее упражнение называется «Энергетический душ». Представьте себе, что вы находитесь под потоками света или воды. Эти потоки проникают внутрь вас и заряжают вас бодростью, свежестью, наполняют спокойностью и внимательностью и очень хорошим позитивным драйвом. Упражнение «Энергетическое дыхание» основано на том, что вы начинаете чувствовать каждый свой вдох и выдох. Когда вы вдыхаете, представьте себе, что вы вдыхаете самую светлую, самую позитивную энергию, которая только может быть на Земле. А когда вы выдыхаете, то все самое неприятное – усталость, напряжение или недавно пережитый стресс – вы выдыхаете и выпускаете от себя. Ресурсное место. Представьте себе какое-то реальное или выдуманное место, где вы можете зарядиться нужным состоянием. У меня таких мест несколько. Например, у меня есть место, где я стою на обрыве, на краю водопада и чувствую, как его брызги буквально холодят меня. Я заряжаюсь бодростью, позитивом, мощностью. Второе место – это мягкое, уютное кресло у камина, где я могу сесть, расслабиться, успокоиться, наполниться спокойствием. И что самое интересное, чем чаще вы бываете в таких местах в голове своей, тем лучше у вас получается заряжаться этим состоянием. Пусть сегодняшний день будет насыщенным, результативным и очень радостным.